Коллеги, всем добрый день! Мы рады приветствовать вас на нашем втором вебинаре, который уже посвящен не насекомым, а грибным патогенам. Потому что в течение сезона нам нужно защитить наши растения не только от насекомых-вредителей, но и также их атакуют и грибные патогены на разных культурах, на разных стадиях развития. И к ним нужно быть готовыми. Итак, тема нашего сегодняшнего вебинара – «Как предупредить грибные заболевания на овощных культурах». Сегодня мы поговорим о таких культурах, как лук, репчатый, томат, огурец и морковь. Итак, самое распространенное заболевание на луке репчатым, я думаю, все самые согласятся, кто его из присутствующих здесь выращивает, – это переноспороз лука, так называемая ложная мучнистая роса. Каким же образом ее идентифицировать именно в полевых условиях? Как понять, что именно это заболевание у нас на поле? Но прежде всего, если говорить о начальных стадиях развития, на перее лука образуются небольшие овальные или цилиндрические участки, такие светлые, длиной от 5 примерно до 13 сантиметров. Сначала они такие хлоротичные, но потом покрываются сероватым белым налетом. И это именно спороношение гриба. Далее налет начинает быть фиолетовый, и параллельно с этим происходит увядание с верхушки листа. На своей практике скажу, что в 2011 году впервые столкнулся с этим заболеванием в условиях Волгоградской области. Если те люди, которые не знали, как бороться, впервые встретились с этим заболеванием, либо применяли не те препараты, которые необходимы были на данной фазе, у них ботва лука сгорела буквально через 2 недели. Поэтому болезнь довольно опасная, и пренебрегать ей ни в коем случае не стоит. Какой период заражения? Если мы высеваем лук прямым севом, так называемый лук-чернушка, то фаза заражения – это примерно 3-4 лист. Почему? Потому что в этот момент размер устицы на листе позволяет споре патогена проникнуть. Поэтому, особенно при прямом севе на луке, обработки должны быть именно в фазу 2-3 настоящего листа. То есть, казалось бы, очень рано, но именно в этот момент профилактика очень важна. Если мы высеваем лук севком, то тут уже посложнее в этом плане. Дело в том, что патоген может быть уже внутри луковицы, то есть, инфицирована она еще с того сезона. И болезнь может проявиться через 3-4 недели, не ранее. Перья начинают быть желтыми, хлоротичными. То есть, в общей сложности лук начинает отставать в развитии. Тут, конечно, сложнее бороться. Обработки уже, получается, идут постфактум. Но в любом случае, если есть те луковицы, которые не заражены, нельзя допустить того, чтобы они были инфицированы от других, от зараженных. Какие условия для заражения? Для большинства грибных патогенов, не только для ложной мочнистой росы, необходимо наличие капельной жидкой влаги. Только температурный диапазон у всех разный. Если говорить про переноспороз на луке, то вдумайтесь только, от 1 до 28 градусов Цельсия. На практике, скажу, даже при температуре выше 28, переноспороз развивается. Просто не так активно. Казалось бы, если взять, например, Астраханскую область, температуру воздуха там может достигать летом, в июле, до 45 градусов в тени. Но даже в этих условиях ложная мочнистая роса на луке развивается. Почему? Потому что внутри посева создается свой микроклимат, и грибы там намного комфортнее, чем на поверхности. И развитие продолжается. Оптимус считается температурой от 15 до 18. Это как раз ранняя стадия развития лука. Примерно до середины июля. До числа даже 10. Нужно быть очень-очень внимательным. Каков инкубационный период? И что это такое? Это период от заражения до проявлений. То есть, когда мы видим уже симптомы на поле. Если это стандартные условия, то это примерно 11-15 дней. Это в рамках работы большинства фунгицидов, которые направлены на профилактику переноспороза лука. Но если у нас тяжелые погодные условия, и температура около 18 градусов Цельсия, и влажность стопроцентная, ну на практике это весна и облажные дожди. То инкубационный период может составить всего 3 дня. Поэтому очень важно, чтобы препарат был уже внутри растения и защищал его изнутри. В тот момент, когда патоген хочет проникнуть. Как показано на фотографии с левой стороны. Поэтому только превентивные обработки, особенно в тяжелых погодных условиях, уберегут нас от ложной мучнистой росы на луке. Какие последствия могут быть от данного заболевания? Ну подумаешь, потеряли листовой аппарат. Ну снизился урожай. Ничего страшного. Меньший калибр набрали по луковицам. Ну тоже как бы не страшно, но неприятно. Но если мы собираемся хранить лук, ложная мучнистая роса открывает ворота для такого патогена, как ботритис. Это шейковая гниль. Уже при складском хранении мякоть лука в области шейки начинает размягчаться. И лук постепенно начинает изнутри сгнивать. Но это как минимум потеря уже урожайности при хранении. То есть мы теряем тоннаж. Также, если мы посмотрим на фотографию с правой стороны, видим, как сетки лука начинают просто-напросто прорастать. Да, конечно, могут быть и, скажем так, некачественные условия хранения. Это может быть повышенная температура, повышенная влажность. Но плюс к тому, если мы видим такую картину, с большей долей вероятностью в течение сезона лук был поражен ложной мучнистой росой. Итак, как уберечь лук от данного заболевания? Хотя бы минимизировать. Прежде всего, после уборки, если мы собираемся в следующем сезоне этот лук выращивать как сивок, его необходимо высушить. В условиях юга России это, в принципе, достаточно просто. После уборки лука нужно оставить на некоторое время. Если на улице очень жарко, то есть температура выше 45 градусов, то это не более суток. Иначе лук начнет просто-напросто запекаться. Если температура до 40 градусов Цельсия в сутки, максимум двое. То есть элементарно нужно лук хорошенечко просушить. Это как минимум снизит наши потери уже при хранении, снизит активность патогена далее. Не менее значимым заболеванием лука в течение вегетации является альтернариоз. Он характерен как для северных регионов, так и для южных. То есть встречается повсеместно. Как мы можем его выявить? Именно в полевых условиях. На начальной стадии развития образуются такие небольшие концентрические овальные водянистые пятна. Они сначала светлого цвета, но потом с течением времени они темнеют. Концентричность увеличивается. И при сильной пораженности, как мы видим на фотографии с правой стороны, перо лука может просто быть полностью поражено. Конечно, фотосинтетическая активность лука резко падает. Происходит недобор питательных веществ. И в целом альтернариоз, так же как и перноспороз, так же открывает ворота для шейковой гнили. Какие условия для заражения? Температурный диапазон от 4 до 13. Это минимум. Оптимальный считается от 18 до 25 градусов Цельсия. То есть, как правило, это вторая половина вегетации. Для прорастания канидий налисти требуется не менее 8 часов увлажнения. То есть, если идет облажной дождь. Либо он прошел и пасмурная погода, нужно быть очень аккуратным и понимать, чтобы заранее необходимо было продумать и обработать лук от данного заболевания. На практике скажу, что альтернариоз лука распространяется во второй половине вегетации, когда лук набирает максимальную вегетативную массу. Это примерно от 8 до 12 перьев. Все зависит от особенностей гибрида либо сорта. Таким образом, первые начинают страдать физиологически старые листья. То есть, те листья, которые были самыми первыми. Они ослаблены и подвержены этому заболеванию. Поэтому обработки, направленные против альтернариоза, должны быть перед тем, как лук наберет максимальную вегетативную массу. Если в условиях йога, то если говорить о временном промежутке, это примерно начало июля. То есть, с этого времени мы должны уже думать о включении в систему препаратов, которые будут защищать от альтернариоза. И интервал между обработками, будь то ложная мучнистая роса, либо альтернариоз, должны быть все-таки не более 10-14 дней. Тут нужно смотреть по погодным условиям. Итак, друзья, немножко поподробнее, как защитить. Если это переноспороз, то в линейке компании Сингента есть такой препарат. Я думаю, все вы его уже знаете, работаете. Редамил Голд МЦ. В дозировке именно 2,5 кг на гектар обладает отличной профилактикой против переноспороза. Почему на ранних стадиях важно применять именно этот препарат? Дело в том, что в своем составе он содержит компонент, один из, который очень быстро передвигается по системе. А на ранней стадии лук довольно быстро развивается, как, в принципе, и другие культуры. И поэтому важно защитить молодой прирост. Действующее вещество препарата Редамил Голд МЦ успевает за ростом и развитием вегетативной массы молодой культуры, и наш прирост защищен в течение 10-14 дней. В тот момент, когда рост вегетативной массы уже не такой активный, целесообразно применять трансламинарные продукты, такие как Ревус в дозировке 0,6 литр на гектар, либо Квадрис от 0,8 до литра. Если мы выращиваем лук на семенные посевы, то хорошим стоп-эффектом обладает препарат Браво в дозировке 3 литра на гектар. Если мы говорим про профилактику альтернариоза, это практически начало второй половины вегетации, то также можно использовать препарат Редамил Голд МЦ. И если мы высеваем лук на семена, то Браво в дозировке 3 литра на гектар. Друзья, отдельно хотелось поговорить о таком заболевании лука, как шейковая гниль. Думаю, что кто занимается выращиванием данной культуры, зачастую его хранит. Потому что, как правило, осенью цена не совсем нас устраивает. А уже ближе к Новому году или к весеннему периоду цена поднимается, и нам выгодно его продавать. Но самая главная особенность заключается в том, чтобы сохранить этот лук до весеннего периода. Такая болезнь, как шейковая гниль, всячески нам этому мешает. Как она проявляется? В полевых условиях это происходит очень редко. За свою практику я только встречал один раз, один был сезон очень дождливый, очень холодный, и лук на поле начал уже заболевать в конце вегетационного периода, перед уборкой. А в основном шейковая гниль проявляется в складе, примерно начиная с ноября-декабря месяца. Особенно если влажность при хранении выше 83%, а температура выше 2 градусов. Но не только. Дело в том, что если в течение вегетации у нас была, скажем так, не совсем качественная система защиты, то есть не была просчитана полностью система защиты от пероноспороза, альтернариоза, включая даже табачного трипса. Все эти патогены и вредители являются воротами для шейковой гнили, потому что в здоровую луковицу, в здоровое перо, ботритесь, просто так проникнуть не может. Это изначально раневой патоген, и ему нужны открытые ворота. А ложная мучнистая роса, альтернариоз и табачный трипс – это все те факторы, которые влияют на проникновение. Поэтому прежде всего система защиты должна быть направлена на профилактику альтернариоза, пероноспороза и ложной мучнистой росы. Помимо этого лук очень важно правильно хранить. Идеальным считается температурное условие порядка 1 до 1,5 градусов Цельсия. И влажность, конечно, не поднимать выше 83%. Также лук можно просушить при температуре около 34 градусов Цельсия. Это, скажем так, горячая сушка. Либо при холодной сушке температура порядка около 20 градусов Цельсия. То есть лук должен зайти в склад полностью сухой. В ближайшее время мы зарегистрируем наш новый препарат. Который будет профилактически работать не только по альтернариозу, но и по шейковой гнили. Этот препарат под названием Мерарис. Будем рекомендовать первую обработку делать против альтернариоза в середине вегетации. Когда лук начнет набирать максимальное количество перьев. А вторая обработка будет регламентироваться в момент начала полигания ботвы. То есть фермеры, которые выращивают, меня поймут. Большинство обработок профилактики от шейковой гнили при закладке на хранение делаются в момент начала полигания ботвы. Когда ботва лука уже легла, делать какие-либо фунгицидные обработки уже не совсем эффективно. Поэтому в дозировке 1 литр на гектар Мерарис будет отлично справляться. Профилактические, конечно, шейковые гнили. Но нужно понимать, что до этого вся система должна быть выстроена грамотно. И лук перед полигамией должен быть абсолютно здоровый. Друзья, если есть вопросы по поводу лука, напишите, пожалуйста, пока мы не ушли дальше. Я отвечу. И пойдем дальше говорить про томат. Но если вопросов нет, давайте пойдем дальше. Итак, следующая культура, о которой мы поговорим, это томат. Многие из вас выращивают этот овощ и встречаются зачастую с таким распространенным заболеванием, как альтернариоз. Он встречается очень часто в открытом грунте, но также имеет место быть и в закрытом грунте. Как он проявляется? В основном он начинается с нижнего яруса. Появляются такие небольшие пятна, темные. Они постепенно начинают разрастаться и принимают концентрическую форму. Характерной особенностью является небольшое пожелтение вокруг этих пятен. То есть нет четкой границы между зеленым и желтым. Это в будущем, я скажу, это характерная особенность от фитофтороза. Так вот, потери урожая от альтернариоза могут достигать 80% и более. Почему так происходит? Если говорить про открытый грунт, то начиная с нижнего яруса болезнь со временем распространяется на средние и верхние ярусы. В процессе плодообразования особенное внимание надо уделять нижнему и среднему. Туда именно поступает максимальное количество света в течение сезона. И они в большей степени отвечают за процесс фотосинтеза. Нижний ярус зачастую играет роль барьера. Но если мы пропустили болезнь там, то, извините, средний и верхний ярус будет поражен незадолгим. Также альтернариоз бывает проявляется и на стебле при сильном развитии. Все те же характерные концентрические пятна распространяются по стеблям томата. Если болезнь очень сильная, и мы запустили ее, не предпринимали мер, то она может распространиться даже на плоды. То есть если появляются на плодах такие небольшие вдавленные темные пятна и дальше разрастаются, и появляется такой порошестый серый налет, это явный признак того, что наше растение сильно поражено альтернариозом. Зачастую альтернария поселяется в местах, где плод прикрепляется, то есть на плодоножках. Именно там собирается влага, и гриб чувствует себя комфортно. Какие основные условия для распространения данного заболевания? Высокая температура и дожди ливневого характера. Зачастую это юг России, Волгоград, Астрахань, Ставрополь, Краснодарский край и Ростовская область. На севере России, скажем так, ну не на севере, там где холодно, а где попрохладнее Уфа, Казань, там больше встречается все-таки фитофтороз. То есть альтернариоз – это болезнь все-таки южных регионов. Если у вас очень часто идут дожди, и тем более почва потом попадает на нижний ярус, а в почве содержится очень много спор, не только альтернариоза, и потом поднимается высокая температура, вы должны понимать, что особенно во вторую половину вегетации, примерно с начала цветения, нужно задуматься уже о превентивных обработках против альтернариоза. Особое массовое распространение альтернариоза получает период начала образования плодов. Дело в том, что не только на томате и на большинстве овощных культур, когда происходит процесс образования плодов, растение отдает весь свой иммунитет детям, а свой иммунитет начинает ослабевать. Поэтому это важно помнить и обработки против грибных патогенов делать исключительно заранее. Коллеги, поступил вопрос, интересует температура, при которой работает Редамил Голд, я так подозреваю МЦ. Но вообще, не только Редамил Голд МЦ, а большинство пестицидов, даже не включая фунгицидов, желательно работать при температуре до 30 градусов Цельсия. И ни в коем случае не работать ими, когда у вас солнце в зените, это в обед. Желательно все обработки делать утром, либо вечером. Если делаете обработки утром, конечно же, нужно смотреть, чтобы на листовом аппарате не было рассы. Иначе просто препарат у вас стечет. Извините, интересует нижний температурный порог. Нижний температурный порог зависит от самого растения. Вот если растение активно, даже при низких температурах, бывает, что лук при температуре 11-12 градусов прекрасно себя чувствует, на ранних стадиях развития, и не испытывает сильных стрессов. Поэтому тут зависит именно от сокодвижения, от того, работает ли листовой аппарат или нет, насколько он впитает действующее вещество. Вот так. Я ответил на ваш вопрос. Так, фитофтороз томата. Не менее распространенные заболевания, но более характерные уже для мягкого климата. Он будет реже встречаться в Астрахани, Волгограде, чаще встречаться в Ставрополе, Краснодаре и Ростове. Также Саратов, Уфа, Казань. То есть, более, скажем так, мягких климатических поясах, более прохладных. Характерной особенностью фитофтороза от альтернариоза, если мы говорим о развитии его на листовой пластине, то отсутствие концентрических пятен, то есть, пятно, скажем так, это некроз, который появляется на листе, более размыт. И есть четкая граница между зеленым и пораженным листом. То есть, пожелтения листа нет. Если поднять лист и посмотреть на него с нижней стороны, то мы увидим такой маслянистый налет. Это спороношение гриба. Иногда встречается и стеблевая форма фитофтороза. Обратите внимание на фотографии снизу. И при сильном поражении плоды тоже, скажем так, не уходят от атаки. Какие основные условия для развития данного заболевания? Конечно, это избыточная влажность и температура, и комфортная температура в районе 20-25 градусов Цельсия. Я вам скажу так, большинство грибных патогенов при влажности воздуха более 83% становится очень активным. Поэтому, по возможности, конечно, необходимо поддерживать влажность, если вы выращиваете томат в закрытом грунте, около 60-70%. Конечно, не всегда это легко, но стремиться к этому нужно. И избегать посадок томата вблизи водоемов, потому что влага оттуда тоже будет идти, и наше растение будет чаще подвержено фитофторозу. Отдельной статьей я хотел бы поговорить о корневых гнилях томата. Я думаю, все, кто выращивает томат, зачастую, скажем так, сталкиваются с данным заболеванием. И те, кто выращивает в открытом грунте, и те, кто выращивает томаты в закрытом грунте. Если мы говорим про открытый грунт, то зачастую после высадки рассады растение испытывает сильный стресс. Почему это происходит? Ну, представьте, растение было в комфортных, теплых условиях, и тут его вдруг высаживают в открытый грунт, где есть постоянный ветер. В обед печет сильное солнце, если мы не подготовили нормальную почву, она еще переуплотнена, иногда идут резкие дожди, потом ночью холодно. В общем, у растения в любом случае идет в течение где-то полутора недель, как минимум, это постоянные стрессовые условия. Да, их можно снимать с помощью антидепрессантов, такими как изобион, но все же очень важно понимать, что корневая система в этом плане подвержена сильной атаке таких грибных патогенов, как питиум и резактония. Когда температура уже повышается, туда подключается фузариоз, грибы рода фузариум. Так вот, питиоз до конца не убивает корневую систему, он является тем грибом, который открывает ворота для других. Он объедает корневой волосок, который испытывает стресс, и уже при повышении температуры туда заселяется фузариоз. И происходит, скажем так, нарушение работы сосудов, и растение постепенно увядает. Есть другой гриб под названием резактония. В области корневой шейки зачастую мы видим такую перетяжку. Она образуется именно в момент перепада температуры, переувлажнения и особенно переуплотнения почвы. То есть нарушается тоже работа сосудистой системы, растение, не поступая в питательные вещества, оно со временем падает и увядает. То есть какие основные факторы, хотел бы я еще раз на этом заострить внимание, это стрессовые условия. А стрессовым условием способствует переуплотнение почвы, переувлажнение и переохлаждение. То есть все эти три момента очень сильно влияют на стресс корневой системы и растения в целом. Если говорить о профилактике, как раз поступил следующий вопрос. Есть вопрос, Светлана пишет, препараты от фитофтора. Если мы говорим про томат, то от фитофтороза есть очень достойные, хорошие препараты. На ранней стадии развития целесообразно использовать ридамил Голт-НС. Как и на луке, есть такой же принцип. На начальной стадии развития нужны действующие вещества, которые будут успевать за ростом и развитием вегетативной массы и защищать молодой прирост. Когда прирост уже не такой интенсивный, есть смысл использовать препараты РЕУС. Если мы защищаем только от фитофтороза. В дозировке 0,6 литра на гектар. Также имеет место быть препарат КВАДРИС в дозировке от 0,4 до 0,6 литров на гектар. В конце вегетации, если наш томат выращивается на семена, официально зарегистрирован препарат БРАВА. У него широкий спектр действий как по альтернариозу, так и по фитофторозу. В дозировке 3 литра на гектар. Если говорить про альтернариоз, то начиная с момента цветения, начала образования плодов, следует включить в систему препарат РЕОСТОП. Это двухкомпонентный препарат, который содержит в себе действующие вещества, направленные одновременно на профилактику фитофтороза и альтернариоза. КВАДРИС также неплохо поддерживает растения, особенно в жарких условиях. И БРАВА также работает по альтернариозу в дозировке 3 литра на гектар. Если говорить про корневые гнили, есть здесь отдельный препарат. Его название ЮНИФОРМ. Многие, я думаю, из вас, кто сталкиваются с этой проблемой, берут и знают этот препарат. Он официально зарегистрирован в качестве пролива корневой системы. Гектарная дозировка от 0,7 до 0,9 литров на гектар. За сезон можно применить до двух раз. Первый раз, если мы выращиваем томат в открытом грунте, то это пролив рассады рабочим раствором от 30 до 50 мг на растение. Если это фаза бутонизации, то есть это уже когда растение находится непосредственно в поле, то это примерно от 100 до 150 мг на растение. Коллеги, поступил вопрос. Были ли в вашей практике случаи фитотоксичности от ридомила или юниформа на каких-нибудь культурах, стадии пикировки? Я вам скажу так, если применять грамотно и в той дозировке, в которой прописан регламент, то никакой фитотоксичности нет. Если есть передозировка препарата, то это нужно, конечно же, понимать, что не только юниформ, не только ридомил Голт-МЦ, любой из препаратов, вообще выпускаемый на рынке, если сделать двойную дозировку, либо ошибиться при опрыскивании, можно сделать фитотокс. Да, это, скажем так, обычное явление. Особенно, если это фунгициды. И на всякий случай, на заметку, если вы работаете в открытом грунте и работаете фунгицидными обработками, проверяйте pH воды. Если вода очень щелочная, то болезни фунгицидов, неважно каких препаратов компании Сингента, либо других, это боязнь щелочной воды. То есть нейтрализация происходит довольно быстро. Поэтому оптимальным pH считается для работы фунгицидной обработкой. Это нейтраль. Это в районе 6,5-7,5. Поэтому будьте аккуратны, если у вас вода в системе щелочная. То есть 8 и выше. Так, еще одну болезнь, которую я не стал озвучивать на томате, но она иногда бывает встречается, это мучнистая роса. Если мы про нее говорим, про ее профилактику, то эффективно применять препарат Quadris, либо SCORE, либо TIAVIDJET. Особенно TIAVIDJET хорош перед сбором. Срок ожидания у данного препарата всего один день. В дозировке 2-3 кг на гектар эффективно справляется с данной задачей. Плюс, к тому же, хочу сказать, что TIAVIDJET это препарат на основе серы. А сера это тот компонент, который паутинный клещ очень не любит. Это, скажем так, вам на заметку. Препараты против фузариоза. Спрашивает Светлана. Если мы говорим про фузариоз, то этот патоген занимает место питиума в почве в тот момент, когда он уже объел корневые волоски, но температура у почвы повышается. То есть фузариум активный при температуре почвы примерно 20-25 и выше. Препараты, которые эффективны против питиоза и резоктонии, то есть от прикорневых и корневых гнелей, которые я говорил ранее, это препараты Uniform, также могут быть эффективны против данного патогена. Коллеги, есть еще вопросы по томату? Если нет, давайте продолжим дискуссию уже про огурец. На огурце одно из самых распространенных заболеваний это ложная мучнистая роса. То есть как она проявляется и при каких условиях. При температуре от 8 до 30 градусов Цельсия. То есть очень тоже похоже с ложной мучнистой росой на луки. И инкубационный период при той же влажности и той же температуре 18-100%, то есть равен всего лишь 3 дням. Поэтому огурец от ложной мучнистой росы нужно защищать практически с раннего детства. Как он проявляется? Есть небольшое отличие между проявлениями на открытом грунте и на закрытом. Если мы говорим про открытый грунт, то на поверхности листа, то есть на верхней части, сначала образуются небольшие желтые точки. Примерно 1-3 миллиметра. Они ограничены жилками. Потом они потихонечку разрастаются, становятся больше. И лист по краям начинает усыхать и образуются некрозы. Если мы говорим про закрытый грунт, то они очень похожи, но образуются уже не мелкие желтые пятна, а более крупные, около 2-3 сантиметров. И они расположены уже вдоль основных жилок. Но лист также потом буреет и усыхает. На юге бывает встречается в закрытом грунте, скажем так, латентная форма переноспороза, скажем так, скрытая. Маленькие желтые пятна покрывают листовую пластину и далее лист со временем становится весь желтый, лимонный. И он так и остается. То есть вот такие интересные проявления ложной мучнистой росы могут встречаться и в закрытом грунте. Если посмотреть на обратную сторону листа при поражении ложной мучнистой росой, то как и на томате подобно образуются такие маслянистые пятна. Это спороношение гриба. Вторым заболеванием, с которым мы зачастую сталкиваемся на огурце, не менее значимым является настоящая мучнистая роса. Она распространена повсеместно. Можно встретить ее и в закрытом, и в открытом грунте. Когда идет резкий перепад температур, растение стрессует, гриб этим пользуется. Начинается образовываться мицелий, то есть такой белый налет. Он будет как и на листовой пластине, так и на стеблях. В этом плане растение начинает терять много влаги. И говорить о каком-то нормальном, качественном плодоношении речи быть не может. Поэтому данное заболевание встречается повсеместно, и ни в коем случае нельзя им тоже пренебрегать. Если мы видим уже такую картину на листовой пластине, то как минимум процентов 10-15 урожайности мы уже потеряли. А может быть даже и больше. Нужно черешки еще смотреть. Каким образом можно защитить огурец от данных заболеваний? В линейке компании Сингент официально зарегистрирован также Эридамил Голд МЦ. Это если говорить о ложной мученистой рассе на начальных этапах развития. Если мы работаем уже в фазу завязывания плодов, либо рост плодов, то эффективно применить препарат Квадрис. В дозировке от 0,4 до 0,6 поступил вопрос. При обработке грибов мученистой рассы они погибают полностью. Смотрите, то такая ситуация. Они-то погибают полностью, но листовой аппарат уже сложно восстановить. То есть в любом случае этот мицелий остается на листовой пластине, и нужно будет дожидаться времени. Растение потратит много сил, чтобы выкинуть новый лист. Такое встречается не только на агурце, но и на других культурах. Поэтому, да, патоген погибает, но вы потеряли много времени. Мучнистая роса. Эффективно применять препарат Квадрис, Топаз. Это единственный из триозолов, который очень эффективно работает по мучнистой рассе. Если говорить про открытый грунт, если говорить про открытый грунт, то дозировка 0,15 литров на гектар. Светлана вновь спрашивает, новый лист может снова заразиться? Если мы не делаем профилактику, то новый лист, да, может заразиться. Отличительной особенностью работы фунгицида является не то, что мицелий куда-то делся с листовой пластиной или с мылодождем, нет, если фунгицид работает, значит молодой прирост должен быть чистый. Если молодой прирост после того, как вышел и опять начинает заражаться, то нужно задуматься, либо мы работаем этим фунгицидом, либо что-то еще, либо мы отработали, и была влага, он стек, не успел впитаться. Поэтому главным характерным признаком работы фунгицидной обработки предыдущей, это то, что молодой прирост должен быть обязательно чистый. Также против мычнистой росы неплохо работает Тиавиджет, но исключительно в профилактических мероприятиях. Если говорим про защищенный грунт, практически такая же система исключением составляет применение ридамил Голд Эмса. К сожалению, он не зарегистрирован по переноспорозу на огурце защищенного грунта. В остальном система защиты аналогична. И по ложной мычнистой росе, и по настоящей мычнистой росе. Коллеги, есть ли вопросы еще по огурцу? Если нет, будем немножечко уделять времени моркови. Что ж, хорошо. Я думаю, сейчас будет интересно тем людям, которые занимаются выращиванием корнеплодов. Итак, одно из самых распространенных заболеваний на моркови, особенно на юге России, это настоящая мычнистая роса. То есть, как и на огурце, она делает очень большую оттяжку в плодообразовании. Если мы видим вот такой листовой аппарат, пораженный настоящей мычнистой росой, как на фотографии, сверху, справа, то как минимум мы в уборке опоздали недели на три, а может быть даже и больше. Все зависит еще и от температуры. Главное работать препаратами по мышечнистой росе на моркови. Профилактически. Как ее определить? Как идентифицировать? Ну, начнем с того, что условия для ее возникновения, это, как и на огурце, резкий перепад температуры, образование капельной жидкой влаги, росы. В этот момент гриб начинает быть активным. В временном промежутке, это примерно конец июля, середина августа. В этот момент нужно быть очень внимательным. Сначала белый пушистый налет начинает появляться на черешках. Очень хорошим индикатором развития мычнистой росы является вьенок полевой. Если у вас в посевах моркови таковой имеется, а зачастую, к сожалению, так бывает, если есть белесый налет на листовой пластине, срочно нужно заходить с обработкой от настоящей мычнистой росы. Следующим заболеванием, с которым мы зачастую встречаемся, как на юге, так и в северных частях Российской Федерации, это альтернариоз. Не менее значимая, и может поразить листовой аппарат практически полностью. Тогда уже говорить об восстановлении очень тяжело. Если после мучнистой росы все-таки морковь находит силы, выкидывает новый прирост, теряет время, но после поражения альтернариозом уже попытки будут щедны. То есть, если ботва поразилась полностью, скорее всего, про урожай можно забыть. Какие условия оптимальны для развития данного заболевания? Температурный диапазон в районе 20-28, оптима считается 25. И, конечно, наличие капельной жидкой влаги, как и для большинства грибных патогенов. Инкубационный период всего лишь в среднем 8-10 дней. Как эта болезнь проявляется? Если мы говорим про черешки, то образуются такие небольшие черные штрихи в самом низу. Если говорим про кончики листьев, они начинают усыхать, буреть, чернеть, и в итоге листовой аппарат весь засыхает. Фотосинтез прекращается, и, соответственно, рост корнеплода тоже прекращается. В этом плане, если говорить о защите, в линейке компании Сингента есть, скажем так, проверенные препараты, которые хорошо защищают от альтернариоза и мучнистой росы. Если стоит задача защитить морковь только от альтернариоза, это более характерно для северных регионов, то можно применять препарат Скор в дозировке от 0,3 до 0,5 литров на гектар. Если поставленная цель защитить морковь одновременно от мучнистой росы и альтернариоза, как на юге, то есть официально зарегистрированный препарат под названием Сидели ТОП в дозировке от 0,75 до 1 литр на гектар. Дело в том, что данный препарат содержит в себе компоненты, которые одновременно работают и по мучнистой росе, и по альтернариозу. Хотелось бы вкратце рассказать, что двумя болезнями на моркови мы не обходимся. Те, кто выращивают, знают, что при хранении зачастую можем столкнуться с таким заболеванием, как белая гниль, либо склеротиния. В этом сезоне мы будем регистрировать новый препарат под названием Меравис. Про него я ранее говорил на луке, он там будет эффективен против шейковой гнили, а на моркови против склеротинии и альтернариоза. Поэтому в середине вегетации будем работать данным препаратом против альтернарии, делать профилактику на будущее. А уже в момент начала полегания ботвы, потому что заражение склеротинии происходит еще в поле, а проявляется она уже в складском помещении. Происходит это в момент касания вегетативной части, то есть кончиков листьев, верхушки корнеплода. Поэтому обработка Мерависом в дозировке 1 литр на гектар будет уже эффективна против белой гнили на моркови при хранении. Коллеги, поступил вопрос, может ли быть черная ножка на моркови фаза 1 настоящий лист, перетяжка на уровне почвы. Я вам скажу, Сергей Валентинович, это зачастую очень, скажем, большая проблема на моркови, когда на сходах в фазе усиков она еще растет, и мы думаем, что все хорошо, но когда начинаются перепады температур, идут дожди, похолодания, морковь даже бывает падает в фазе 2-3 настоящих листьев. Поэтому 1 настоящий лист это именно самый острый момент, когда морковь начинает падать. Вот так. Коллеги, есть ли еще вопросы? Ну, если вопросов нет, хочу сказать, что большое спасибо за внимание, что посетили наш вебинар. Надеюсь, он вам был полезным. Сергей, еще я вижу вопрос от Алексея. По поводу защиты. Последний вопрос. Да, я вам скажу, защита должна быть в большей степени агротехническая. То есть морковь должна возвращаться на поле не ранее, чем через 3-5 лет. В этом моменте, скажем так, патоген уже не такой активный, и встречается больше очагово. Ну, есть еще ряд других, скажем так, защитных мероприятий. Но я бы хотел о них уже поговорить за пределами прямого эфира, потому что это будет, немало времени займет. Можно, в принципе, в формате переписки. Далее в чате. Коллеги, вообще, вот мы сегодня как раз сделаю отступление, с Сергеем обсуждали. Мы, скорее всего, сделаем чат для вас в Телеграме, где сможем по ходу на разные дополнительные вопросы отвечать. Также, сейчас не по всем культурам у нас есть пока что подобные развернутые презентации. Будем дальше пополнять наш информационный багаж и с вами делиться. В частности, вот я вижу вопросы по свекле, по капусте, пока по этим культурам детальной информации нет. Но я думаю, что, возможно, в чате на какие-то вопросы мы и могли бы ответить. У вас есть таблица, в которой есть полный свод по обработкам? Сергей, может быть, на этом... Да, Александра, есть такие таблицы, и я на презентации их ранее показывал, то есть они вот такого формата. Если нужна более развернутая подробная информация, то мы с вами можем уже пообщаться непосредственно в чате, потому что в каждой культуре есть своя сводная таблица, и нужно еще понимать, скажем так, климатические условия. Тоже есть ряд особенностей при выборе препарата. Спасибо. Друзья, также, во-первых, я вам хочу сказать, что все, что мы сейчас рассказываем на вебинарах, мы скоро вам представим в онлайн-формате. Это будет такая агротехническая база информации, которой вы сможете пользоваться в онлайн и, более того, в интерактивном формате. Все это будет представлено в рамках нашего нового продукта, который мы назвали «Сингент и фермер». Так, слайды я могу сама листать. Сразу вам сейчас покажу на слайдах. Мы, компания «Сингента» сейчас выводит на рынок новый онлайн-цифровой продукт. Мы его называем «Сингента фермер умный онлайн агромагазин», цели, у которого две... Так, секундочку. Ага, все, работает. у которого две основные цели и задачи. Во-первых, это доступ к агроэкспертизе, которая есть у нас, у компании «Сингента» по ключевым овощным культурам и картофелю. На данный момент у нас есть выделенная команда. Это, в частности, Сергей, а также наш колл-центр, который уже сейчас может с вами общаться, отвечать на все агротехнические вопросы, в том числе вопросы по нашим продуктам. Мы до конца недели отправим вам ссылку на наш умный онлайн агромагазин. Это, по сути, интернет-магазин, в который вы зайдете, сможете пользоваться, и будут указаны телефоны нашего колл-центра и ссылки на чаты, в которые вы сможете вопросы ваши задавать. И вторая задача и возможность, которую мы вам предоставляем, это возможность приобрести наши продукты. сейчас мы предлагаем и выставляем наш портфель средств защиты растений по овощным культурам, картофелю. Сейчас на сайте у нас уже порядка 30 продуктов, которые представлены и предлагаются вам для возможности приобрести. Очень скоро мы также будем выставлять и предлагать в том числе и семена по овощным культурам. очень важно, что для того, чтобы приобрести наши продукты, наши технологии, вам, по сути, никуда не нужно идти. Вы сможете совершать и покупку, и звонок нашим экспертам в онлайн-режиме, не выходя из дома или не выходя из поля, имея ваш мобильный телефон или компьютер, или планшет. Для того, чтобы приобрести продукты, вам мы сделали так, что исключили все бюрократические процедуры, вам не нужно подписывать контракты, вам нужна только ваша банковская карточка, ваша фамилия, имя, отчество, e-mail, и все оплаты происходят в онлайне по банковской карте. Это абсолютно защищенный процесс, вы получаете все чеки в соответствии с законодательством Российской Федерации. И также, что очень важно, приобретенные продукты вы сможете получить либо по схеме доставки в ваше хозяйство или к вам домой, либо вы сможете выбрать удобную для вас точку самовывоза, в которой вы можете самостоятельно забрать продукт. Сейчас мы стартуем в этом году, в этом сезоне пока что на два региона. Это Краснодарский край и Волгоградская область, по которым наши дистрибьюторы, продавцы, представленные в нашем онлайн-магазине, могут осуществлять доставку. Все зоны доставки вы видите выделены цветом на слайде. Также, как вы видите на карте, на картинках, у нас восемь точек самовывоза в Краснодаре, поэтому сейчас, конечно, наши краснодарские фермеры имеют преимущество, да, с точки зрения логистики, но очень скоро мы будем расширяться и пойдем в другие регионы также. Но помимо этого в Волгограде у нас есть две точки самовывоза и одна точка самовывоза в Ростове. Когда мы вам отправим ссылку, вы сами сможете погулять по нашему сайту, посмотреть, ознакомиться, но я вам несколько рекомендаций сейчас хотела бы дать и так как у вас будет запись, сможете дальше открыть и презентацию и записи еще раз посмотреть. Во-первых, мы вас призываем сразу регистрироваться, когда зайдете на сайт в правом верхнем углу, увидите человечка и на человечка нажмете и нажмете кнопку зарегистрироваться. Как только вы зарегистрировались, вы сразу попадаете в нашу базу и сможете получать от нас разную актуальную информацию, предложения, расписание наших сессий, вебинаров, предложения по продуктам и прочее. Второе очень важно. На сайте есть раздел, который называется «Спросить эксперта». В этом разделе есть ссылки на WhatsApp, Telegram, чаты, в которых вы как раз можете по сути индивидуально Сергею задать любой вопрос агротехнического характера и Сергей вам ответит в ближайшее время. Еще раз повторюсь, что в разделе средств защиты растений уже выставлены продукты. Наличие продуктов может быть разное у разных дистрибьюторов. Все это в онлайне можно будет проверить. Пожалуйста, когда зайдете, сможете посмотреть. Спасибо большое еще раз Сергей. Мы с вами прощаемся и хорошего дня, хорошего завершения недели. Всего доброго, всем до свидания. Редактор субтитров